ребята всем привет с вами владимир коваленко он же мастер кладки ну что прислушиваясь к вашим комментариям и собственно вашим вопросам один из предыдущих роликов помните мы снимали цементно песчаную штукатурку гаражного проема буквально может быть там сколько месяц полтора назад и снимали гипсовую штукатурку показывали как цементно-песчаная штукатурка на газобетон какая адгезия цементно-песчаной смеси и какая адгезия гипсовой штукатурки и после этого начали писать вова покажи как штукатурить по кирпичной кладки цементно-песчаной штукатуркой в данном случае ребята как вы уже знаете на канале мастер кладки есть профессиональный партнер торговой марка могут который собственно и предоставляет нам отличные и качественные материалы для нашей работы в данном случае у нас идет отделка дома с 0 3 и так что делать если вдруг у вас кирпичная стена оказалась грунтованная вы помните да что мы говорили в предыдущем ролике стены из кирпича под цементно-песчаную штукатурку не грунтуются ни в коем случае нельзя грунтовать кирпичную стену перед оштукатуриванием цементно-песчаной смесью что делать если уже получилось у вас загрунтованная стена сейчас может быть вопросы допустим как это так получилось случайно а я вам сейчас расскажу буквально в двух словах у меня когда-то был случай лет десять назад я занимался еще плиточными работ больше лет 15 наверное назад приехал я человеку облицовывать ванну плиткой я смотрю все стены блестят пацаны там не сильно обязательно пока разговаривать ну если там дела вы не решаете сильно там глобальные все стены блестят я ковш кинул он упал я ковш кинул он упал ну мы тогда приблизительно какую-то технологию как там каким-то втиранием все это дело сделали друзья сегодня у нас кирпичная стена загрунтовали и и мы вам покажем как безболезненно быстрым и эффективным способом оштукатурить кирпичную уже загрунтованную стену и как уже немножко ранее сказал будем применять цементную песчаную смесь зпт от нашего профессионального партнера торговой марки баугут все технические характеристики этой цементно-песчаной штукатурки я уже рассказывал предыдущем ролике но давайте и сюда вставлю чтобы кто не видел посмотрел послушал что это за штукатурочка чем ее едят ну а собственно от себя я скажу что мы ее проверили уже на практике это маслицо это удобно работать это просто вы кайфуете с этой штукатуркой ребята ну и немножечко основных моментов по цементной штукатурки баугут основных скажем так фишек можно наносить до двух сантиметров не плывет можно наносить несколько слоев естественно чтобы предыдущий слой высох применяется как внутри помещения так и снаружи морозостойкая но количество цикла морозостойкости смотрите на упаковке ну и естественно не боится влаги после высыхания также является прочным основанием под дальнейшие работы то есть приклейка плитки максимум можно приклеить там плитку метр на метр под шпаклевки под декоративные штукатурки не плывет при толстых слоях что немаловажно ребята трещина стойкая ну и естественно обладает высокой марочной прочностью штукатурка зпт для ручного нанесения ну что друзья естественно штукатурить я буду не один потому что я мастер кирпичной газоблочной и других каменных материалов мастер кладки а мастер штукатурных работ вы знаете кто это вовчик деволмер давайте его поприветствуем вовчик заходи прежде всего нам надо что сделать установить маяки естественно да будем устанавливать шестерку 6 миллиметровый 6 миллиметровые маяки конечно устанавливать сложнее потому что они жидкие но если есть опыт практика и желание то принципе все возможно желание да главное желание многие берут десяточку потому что жестче проще устанавливать ну у нас есть и желание а у овчика есть и профессионализм и с опытом вместо взятых поэтому я думаю у нас все получится устанавливать маяки мы будем на этой же смеси зпт шички сейчас немножечко заколотим ну и собственно дальше уже процесс сами наблюдайте установки маячков поехали все погнали для легкой установочки для легкой установки маяков мы воспользуемся лазерным нивелиром сделаем отметочки так ты делаешь уже отметки на стене с учетом отметок на своем правиле правильно нет я просто делаю отметки на стене а пока не нужно отметки направили можно и сместить варьируя тем самым слой штукатурки а здесь я отступаю 5 сантиметров чтобы построить параллельную ось нашей кирпичности ребятки а тем временем я вам покажу смотрите как блестит стеночка устанавливаем сейчас лазерный нивелир совмещаем их по нашим меткам вот она меточка сейчас по одной соответственно и по другой вот она меточка мешочек свежий зпт шички нежно и нежно высыпаем потому что если работать с нежностью соответственно и работа получится идеальная правильно первым делом сейчас проверяем на наличие вертикальности стены где какое есть отклонение так а ну покажи что тут у меня направили есть 3 мид компания мастер кладки тут налепил а ну покажи методами нужно сфорировать слой штукатурки то есть мы явно не поставим это 6 миллиметров сантиметровый а ты хотел вообще 6 миллиметров не 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 сантиметровый конечно конечно отмечаем ребята сейчас отмечали мы также заморить положение до места расположения чтобы уже просто поставить моя ну не под наклоном а более-менее вертикально вот она еще одна отметочка если же будем для пушки найти разнобой их набросаем и поставим маяк атаку у нас если не по линии четко маячки по направлению выставил и все по красоте получил так а наша зэппэ тэшечка тем временем набухает как раз масло можно для пушки по гуще ребята чем допустим гуще будет для пухи там поставите тем у вас жестче будет маяк но принципе можно сразу выставить маяки потом потом уже под монолитики все верно чуть-чуть подплывает конечно чуть-чуть подплывает он же стена грунтованная отвечаем вам на вопрос возможно ли погрунтовать по штукатурить на грунтованную стену вот ребята все вам сегодня и покажем непосредственно на практике пока маячок выставляем черновую то есть вы пробили уровнем стену на наличие вертикальность на наличие отклонений приблизительно знаете где куда стена допустим ушла не ушла или же она у вас идеально вертикально прижимаете дальше берем правило с нашими метками и по маяку начинаем выставлять то есть внизу посмотрите нам нужно сами пометочки да здесь метку даже немножко немножко хочу как раз там стало идеально по по центровой же правильно ты выставляю все по центровой идеально стало все чтобы не придавить маяк да да мы его перепроверим потом моя когда схватиться можно его даже под монолитить еще и тогда вы смело уже можете правилом давить не боясь его сместить ну точнее не сместить а как бы погнуть правильно закончились устоюновкой маяков сейчас о чем разговариваем вовчик говорит если бы обычная была цементно-песчаная штукатурка обычная цемент с песком наколоченный то было бы конечно печальнее да да поплыла бы она бы поплыла потому что у нее в ней сюда сюда она не имеет такого удерживающего способности благодаря понятное дело что каким-то там добавкам полимерные добавки которые делают материал более пластичным и не выдержит форме своей хорошо ребята ну вот такие вот тоже моменты ладно все нюансы дальше погнали по ходу видосика шо нам набрызг мне надо сделать сейчас можно сделать наброски у нас основание погрунтована и желательно сделать это все через наброс потому что чтобы этот набросок просох а потом а потом когда мы делали основной слой штукатурки основной чтобы этот наброск избыток воды забрал себя ну и чтобы адгезия как бы была адгезия улучшается однозначно у нас погрунтованная стена если мы сейчас основным слоем штукатурки начнем штукатурить сплывет это какая бы она ни была пластичная это все-таки цементно-песчаная все-таки штукатурка и это не яркая реакция гидратации не ускоренная она пока схватиться на у нас просто сплывет ребята ей нужно потерять какую-то часть влаги мы сейчас вам покажем механизированный способ как это все дело делается сейчас вам покажем конечно из ковша потому что вы ставите у вас там все механизировано хоппер ковши все дела покажи как с ковша для народа покажи ребята я люблю показать все для народа потому что с лазерником мы показали ну сейчас скажут а у меня лазерника нету покажите как для народа все ребята мы покажем как бы как маяки натянуть и по скажем так отвесом натяжкам шнуровыми гвоздям как делал я свое время 15 лет назад я вам сейчас примерно покажу мы то есть смотрите мы делали так и вот так вот и вот так вот мы прижимали и как бы делали втирание вот такое набрызг обрезка везенный мозг тот же самый по сути все одно и то же как называют вот таком формате у нас что который вся ванная комната это конечно геморрой редкостный сейчас ну мы работаем немножко уже механизировано поэтому покажем сделаем тоже самый наброс но с помощью текстурника можно можно текстурника хоппер ковч и так дальше можно расколотить сделать жиденький и с помощью ковша сделать наброс так как мы вам показывали уже в гараже когда делали на этой же цементно-песчаной штукатурочке оштукатуривание гаражного проема в общем любым для вас удобным способом вот это дело потом уже прихватиться и тогда уже смело можете набрасывать слоя там же чего хотите хоть лопаты хоть с ковша хоть с хопера хоть с толковой лопатой да так ну шо погнали погнали так ребята еще обращаем внимание вовчик по ходу говорит я тут ему с ковша говорит выля пол сколько пол ведра да а так смотрите какой расходик у нас идет у нас идет минимальный расход на образ ну что друзья набросок у нас делал теперь мы ждем ну посмотрим может быть даже и завтра будем да ну зафина загрунтована да если бы стена не была загрунтована то принципе сегодня вечером можно было бы уже наверно иди штукатурить там и маяки достали да а так у нас лепухи схватятся маяки хорошо схватятся наброс весь этот естественно подтянется а завтра уже можем смело с утра штукатурить ну все ждем утро и шмалим штукатурочку так ооо вот это малина да и под снох валяй не сыпется понял вообще не сыпется ну шо ночка прошла друзья сами видите да что сейчас получилось нашего набрызга такое что это декоративочка лофт получился да мы уже сами так и оставим в маяке сейчас отодрать и будет лофтик такой легенький а ну шо сейчас забодяживаем теперь и начинаем штукатурить будем затягивать и посмотрим что у нас получится правильно да да все поехали и сразу второй ну что ребята маячки почистили а теперь начинается жесткая шмалево вот так вот вам с ковша ребята набрасывается смотрите как она прилипает сюда он вот так вот вот теперь она сюда прилипает до очень вот теперь штукатурочка прилипает а швыргануть конечно сразу на загрунтованную стену ловите назад можно сказать и движемся дальше вот таком же движи шмалим дальше я делал о том что не знаю и быстрее с ковша или с хопера наносишь именно эту цементно-песчаную да может быстрее из ковша ну да да потому что ребята фидбэк от спины потом фидбэк фидбэк да это точно короче ребята что решили вам показать все таки вручную потому что ну большинство у большинства нету хопер ковша большинство вручную да наносят поэтому как это все дело делается вручную вот смотрите с помощью обычного штукатурного ковша смотри пол стены вот тут у нас сколько уже полтора квадрата грубо говоря да тут не пол стены тут уже сейчас будет полная стена забитая я не знаю за какие то пару минут подтягивать будешь нет я немножко подтянул так ну что может подплывать давай ой масло вот так вот диволмер смолит ребята на возврат . а потом то спор ой ля ля просто о маслицо как раз заказчик приехал это приемку штукатурки делать вот это маслицо все подтянули чуть-чуть в любом случае вот вот такие вот раковины которые остаются возможно даже лучше пока и не трогать да потом уже сейчас она подтянет чуть-чуть набрасывать начнет падать она начнет подплывать ребята ну вы видите то есть прошли потом еще раз прошли ну как то так вы видите уже результат уже результат набрызга то есть если загрунтовано смотрите пол стены практически ушатана за какие то там пару минут ну я имею ввиду пол пол нашей стены если бы вы бросали вот это дело на загрунтованную стену у вас бы да можно набросать конечно методом стирания можно набросать но потом вот эта вся шляпа может у вас просто-напросто упасть со стены а а что-что будут писать как увидел что он бросает руками выключил да ты что подпишем их от канала значит тогда кто напишет такое ребята кстати по поводу того вот набрасывать руками или собирать с правила или шаг руками конечно да вот с ловчиком как раз разговариваем перчатки лучше конечно чтобы полностью были резиновые некоторые даже там медицинских есть шкатурят но они быстро протирают медицинских да вот есть резиновые полностью перчатки у нас сементо песчаные тут штукатурки немного вот санузел все остальное гипсовое поэтому вот у ванчика полу прорезиновые перчатки желательно полностью и это очень удобно и быстро снимать сразу рукой цементно-песчаную штукатурку с правила потому что пока вы тем мастерком или шпателеком снимите все остальное у вас упадет на низ правильно ну да то есть очень удобно а там ну кому сильно смешно вот мне в глаз прилетела только что штукатурочка и нормально не смешно а что делать ну а что сделать вывод сделать по штукатурочки зпт что мы вывод какой мы можем сделать позитивный штукатурочка отличная ребята это там кому реклама кому не реклама потому что мы уже не первый раз на этом объеке этой штукатуркой штукатурим соответственно что ты не хотел бы чтобы тебе серий кот и все остальные то мы будем идти по грунтовым х-х-х-хй-х-х х-х-хх ххх-хх-ххх хххх а потом Гидроизоляция ст ar Мы просто прикидываем, если бы Серик Улупил бы Он просто там, в те комнаты Штукатурил, и за одну уже тут бы Шмальнул бы Вот это был бы Козич Эксперимент тогда не одной стены Был бы, а все комнаты В общем, друзья, на сегодня у нас Все, вот такая вот Штукатурочка была, такой эксперимент Если у вас будут какие-то пожелания По поводу штукатурки Мы всегда на связи Диволмир всегда готов Только, ребята, не пишите гадости Потому что вы его, этот, демотивируете И деактивируете От работы дальнейшей Больше ничего вам не покажет Пишите обязательно в комментариях Что бы вы хотели увидеть По поводу штукатурки, какие моменты Вот постоянно, как писали по поводу того Грунтовать надо или не надо Кирпичную стену под цементно-песчаную Штукатурку, Саня с этим Рукомойником носится По поводу грунтовки По цементно-песчаную штукатурку На кирпичную стену Мы вам показали, друзья Но Резюмируем Так делать не надо И в принципе Ну не то, что нельзя Ну не то, что нельзя Ну можно Но так делать лучше не надо Это очень усложняет работу Да Ребята Да Поэтому в данном случае Нам грунтовать не надо Грунтовочка, конечно, хорошая Но она у нас пойдет в другое дело Ребятки Ну а в свою очередь Хочу еще раз поблагодарить Торговую марку Баугут Профессионального партнера Канала Мастер Кладки За то, что предоставляет нам Качественные материалы Ну и естественно, друзья Ссылочку на нашу Цементную штукатурную смесь ЗПТшечку От торговой марки Баугут Я оставлю в описании под этим видео А мы в свою очередь Уже стараемся Качественно работу производить Ребята На сегодня у нас все С вами, как всегда, был Владимир Коваленко Он же мастер кладки И Вовчик Диволмер Он же мастер штукатурных работ Фасадных работ Ну и других внутренних Мы, как всегда, желаем вам удачи И хорошего настроения Всем пока Пока А я тебе нужен, что? Да я могу, в принципе, и начать Если ты хочешь Если хочешь Сставай Не, ты меня приглашаешь Чи я не нужен? Я тебе, в принципе, приглашаю Просто ты, наверное, закроешь Не, так это я закрою Я могу стать так О, отснимись сам Это Диволмер, ребята И Саню сейчас Решил их экспериментировать На самой дверственной стене Что же? Тут у меня челкался Так красивый, красивый Так челкался Я тебе вообще собрался Раствором штукатурить ванну Еще хуже Каким? Цементно-печалым А це який? А це смесь А це смесь цепейска А, так тоже цепейска Да, конечно А, ти хотів мешать цемент знішки Ну да, вообще Так я тебе скажу цепейска Так це і є цепейска Только це хорошее цепейска А ты би ту по барабану бежал і путь Що звали? Претензій нема, ребята? По стіна Не, у мене немає Не, Саню Заказчика питаю Не А, по ровности? Да Що такое? Потерялся? Я ха Ковшик потерялся Смотри, кидали опухи А це ж короче Чуть чутчуть себе вывертаеш наизнанку Понимаєш? Таким... Ты постарайся. Забызли такими. Не залазать. Хоть мне не кажи. Ты отлично выглядишь. Ты даже эктора этого затмишь. Субтитры сделал DimaTorzok